Мы постараемся сейчас оценить количество пластиковых бутылок, пенопласта, вещей, которые мы здесь видим, чтобы могли все это записать в наш морской журнал регистрации мусора. Это же просто отвратительно. Тилли и Мэг, вы посчитаете пластиковые пакеты? Просто оценить на глаз, что мы здесь имеем. Цвенья, хочешь почитать стаканчики? Я подсчитывала пенопласт отдельно. В основном это контейнеры для еды на вынос. И люди просто выбрасывают их в воду, когда поедят. А, вон еще один. Я насчитала 438 штук только пенопласта. Сейчас мы можем различить все эти вещи. Бутылки, тарелки, контейнеры. Мы все это узнаем, но как только это попадает в открытое море, этот пластик разрушается очень быстро из-за движения волн, солнечных лучей, ультрафиолета, и становится все меньше и меньше и превращается в микрофрагменты. Это может быть не так опасно для небольшой рыбы, которая впервые съедает их, но концентрации повышаются по пищевой цепи, и когда доходят до нас, то уровень воздействия химикатов становится действительно вредным для нашего здоровья и для здоровья океана в целом. Вот это то, что тебе не хочется видеть, так же, как и нам не хотелось бы видеть эти фрагменты пластика, когда мы вытаскиваем наш трал. Может быть, водолазный костюм. У нас вообще никакого оборудования нет. Сейчас нам нужно каким-то образом очистить все это. Я понимаю, что самая главная вещь – это очистка. А насчет долгосрочной перспективы, что бы вы хотели сделать в Санта-Люсии? У нас недостаточно образовательных программ, поскольку у нас недостаточный день. Это то, что я действительно хотел бы делать. Мы должны показывать людям результаты их деятельности. Как это, например, снимать документальные фильмы об этом, социальную рекламу и развивать просветительские программы в учебных заведениях. Это то, что мы собираемся сделать. Отлично, будем на связи. Мы сегодня приехали на свалку мусорных отходов в Санта-Люсии для того, чтобы увидеть изменения в организации переработки мусора на этих маленьких островах. Проблема с пластиком здесь так актуальна, потому что большинство продуктов импортируется в пластиковых упаковках. И здесь совсем немного вариантов, как это все утилизировать. Далеко не все отходы сортируют. Большую часть их закапывают в землю. Здесь мы видим весь мусор, который сводится с острова. Мусор на Санта-Люсии не сортируют ни дома, ни даже на заводах по переработке мусора. Пластик – огромная проблема, потому что он сейчас повсюду. И это самый дорогостоящий материал для переработки. Потому что надо собрать так много пластика. И куда же его отвозят для переработки? В какое ближайшее место? Часть отправляется в Китай, часть в Индию. Что же будет со всем этим мусором? Здесь же нет никакой системы для его переработки. Мне становится грустно, когда я смотрю на это. Это просто ужасно. Я даже не знаю, что сказать. Пакеты везде летают. Куда они летят? Ну что, пойдемте посмотрим на местный перерабатывающий центр. Это единственный центр переработки на острове. Он еще очень новый, и эта система только начинает работать. В основном они сотрудничают со школами. Ученики приносят мусор из дома на переработку. Еще сотрудничают с отелями, круизными лайнерами, теми организациями, которые ответственно подходят к утилизации отходов. Будем надеяться, что когда-нибудь сортировать станут в каждом доме. Сейчас я вам покажу, что мы делаем с металлическими банками. Сколько они весят? Они тяжелые? Один блок весит около 13,5 килограмм. Вот это да, они тяжеленные. Из этого можно сделать интересную скульптуру. Задумка уже есть. Но правда мне нужно, чтобы мне кто-то помог их донести. Задумка уже есть. Мы постоянно видим огромное количество пластика, которое выбрасывается в реки и ручьи, и потом все это по течению стекает в океан. Существует несколько сильных течений, которые как воронки засасывают в себя весь этот мусор. Всего в мировом океане пять таких воронок, в которых наибольшее скопление пластика. Но решать эту проблему нужно начинать здесь, на суше. А почему супермаркеты до сих пор продают пластиковые пакеты своим покупателям? Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле мы в них не нуждаемся. Ты бы сама, например, могла спросить у владельца супермаркета, почему они продают их вместо того, чтобы стимулировать нас приносить свои собственные сумки. В некоторых странах стараются ввести налог на использование пластиковых пакетов, чтобы сократить их использование. Берегите природу, мать вашу. Мать природы кормит нас, заботится о нас, дает нам жизнь. Давайте беречь ее. Давайте беречь ее. Давайте беречь ее. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.